Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Википедия на западноармянском может стать важным стимулом для использования западноармянского языка. Армения откроет посольство в Эфиопии. Арцах – винодельческий регион. Сирия не исключила военного решения вопроса баланса. В Индии восстановили памятный камень, посвященный истории знаменитого армянского моста Мадраса. Танцуй, Кочари – всеармянский флешмоб в городе Гренобль, Франция. Белорусская государственная музыкальная академия представила доклады о панитасе в ортопеде. Википедия на западноармянском языке наконец смогла получить свою отдельную платформу в списке Википедии. С 2014 года более 150 добровольных редакторов объединились вокруг идеи создания западноармянской Википедии. Сегодня у нас есть более 7500 статей на западноармянском языке, которые находятся на восточноармянском сайте Википедии и скоро будут доступны. Наша задача должна заключаться в том, чтобы увеличивать это число день от дня и повышать их качество, говорит научно-образовательная неправительственная организация «Викимедиа Армении». Координатор проекта «Западноармянская Википедия» Азнив Степаньян отметил, что западноармянская Википедия может стать важным стимулом для использования западноармянского языка. Научно-образовательная общественная организация «Викимедиа Армении» и фонд «Калуста Гюльбенкяна» внесла свой вклад в становление Википедии на западноармянском языке в качестве отдельной энциклопедии и в последние годы поддерживали создание западноармянской Википедии и спонсировали деятельность проекта. Целью проекта создание высококачественных материалов на западноармянском языке и их распространение. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, отвечая на вопросы эфиопской прессы, затронул вопрос открытия посольства Армении в Адис-Абебе. «Мы выразили свое намерение и поделились этим с коллегами из МИД Эфиопии. Мы будем работать в этом направлении и в ближайшее время мы стремимся сделать это реальностью. Вопросы требуют четких организационных и бюджетных договоренностей, которые мы уже сделали. Таким образом, ближайший и возможный срок. Этот вопрос решится», отметил глава МИД Армении. 7 апреля в Степанакерте Ассоциация виноделов Арцаха официально представит свои новые проекты, направленные на повышение осведомленности о винах Арцаха во всем мире. Из-за растущего общественного интереса к все еще неизвестным эндемичным видам винограда и новых пахотных земель Республика Арцаха имеет большой потенциал, чтобы занять свое уникальное место в мире виноградной культуры. В рамках Арцахской ассоциации виноградарства и виноделия 7 апреля в Степанакерте состоится дегустация арцахских вин, на которой более 15 виноделов Арцаха представят свои винодельческие предприятия и вина. Мероприятие состоится в холле гостиницы «Валиксгарден» в Степанакерте. Сирия не исключает военный вариант решения проблемы оккупированных голландских высот, однако сейчас приоритетной является борьба с терроризмом, заявил в четверг министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валид Муалем. Пресс-служба МИД Сирии ранее заявила, что сирийцы имеют право вернуть голланды в любом из доступных способов. Эта территория остается арабской и сирийской. Когда мы говорили обо всех способах, то имели в виду в том числе и военные. «Мы не будем исключать военный вариант», – заявил Муалем на совместной пресс-конференции с венесуэльским коллегой Хорхе Ариасой. Он отметил, что соглашение 1974 года о разделении сил соблюдается, но Израиль его систематически нарушает. «Мы сражаемся с террористами, так как доказано, что они сотрудничают с Израилем и США. Сегодня нашим приоритетом является борьба за освобождение сирийской территории от этого терроризма», – подчеркнул Муалем. В Индии восстановили памятный камень армянской культуры, посвященный истории знаменитого армянского моста Мадраса. Как сообщили арминфо в пресс-службе МИД «Эра», памятник на котором на трех языках – латинском, персидском и армянском, рассказывается об истории этого знаменитого моста, был восстановлен благодаря усилиям армянского посольства в Индии. По просьбе посольства Армении и под патронажем Генконсульства Республики Армении в Индии памятный камень удалось спасти. Полностью восстановлена зацементированная часть армянской записи. Более того, памятный камень теперь возведен на постамент, что обеспечивает не только его сохранность, но и сделало его более заметным для прохожих, сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Армения. Отметим, что многоарочный Мармалонский мост через реку Адьяр был построен армянским купцом Ходжа Петросом Восканом еще в 1726 году. Мост был одним из достопримечательностей города, на который съезжались посмотреть и который был запечатлен на картинах многих художников. На протяжении веков этот мост связывал две части города. 25 мая Дом армянской культуры французского города Гренобль организует очередной флешмоб, озаглавленный «Иди танцуй, Кочари». Впервые он прошел в мае 2018 года, получил большую огласку и тысячу участников в Армении и различных очагах армянской диаспоры. В этом году флешмоб посвящается 150-летию великого армянского композитора Кумитаса и поэта «Всея Армяну Ванесса Туманиана», которые включены в календарь юбилея выдающихся людей и важных событий ЮНЕСКО 2018-2019 годов. Танец «Кочари» в 2017 году был зарегистрирован в представительском списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО и отмечается важность проведения мероприятий, связанных с сохранением и распространением танца. В этом году в качестве первого танца участие выбран «Корно Кочари». В рамках 18-го международного научного чтения и этнокультурного форума, посвященного памяти Лидии Мухаринской, в Белорусской государственной академии музыка состоялась в дискуссии, посвященной Кумитасу в ортопету. Сурен Аветисян Аташе посольства Армении в Белоруссии выступил с речью на открытии дискуссии и в своей приветственной речи отметил особую роль Кумитаса в ортопете в истории армянской церкви и народной музыки. Затем ученики Белорусской государственной академии музыки выступили с докладами по теме Кумитас и Нары Кацы. Два духа армянской культуры. Кумитас как реформатор армянской церковной музыки на примере литургии. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Мокат Мирза» в исполнении Кумитас Продект. 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 Оставайтесь с миром.